Приветищи! Мы продолжаем играть в портию. Это наш маленький мальчуган-бомжонок по имени Гена. А это его мастерская, которая досталась от отца у Геннадия. Точнее, у Гены. У Геннадия у нас не получилось назвать, потому что у нас вывеска не слишком длинная. Буквы не влезали. В общем, рассказываю, чё вообще, как тут произошло. В поиске своего отца мы прибыли в портию. Портия — это вот этот тот мир, где мы сейчас с тобой находимся. Узнаём, что наш отец уехал далеко-далеко, но оставил нам эту мастерскую, которую мы должны восстановить, починить и продолжать его бизнес. То есть торговать, помогать населению, помогать городу. И вот сегодня наше первое задание — помочь городу. Нам нужно построить мост на Янтарный остров. Но сперва мы почитаем, что нам принесли сегодня. Привет, новый мастер! У меня поручение для настоящего мужика. А если ты девушка, то ничего страшного. Смекаешь, да? Мне нужно три медных лезвия для мебели. И чтоб качество — мачо! Для изготовления этих лезвий понадобится точильный станок. Это всё, что я знаю о ремесле мастера. На четвёртый день нашего пребывания нам уже поручили первое задание — изготовить лезвие. Я, в принципе, могу его принять? Но мне сейчас не до этого. Позже разберёмся. Нам нужно сегодня починить с тобой мост. Побежали, короче, смотреть, где этот мост. Ага, мост, скорее всего, в другой стороне. Начинаем туда. Вырубаем нитро и бежим. Я уже вижу озеро. О, Цива. Давай поболтаем с Цивой. Привет, я Цива, самый младший из братьев Хулу. Нас семеро, так что, наверное, у тебя уйдёт время, чтобы всех запомнить. Хе-хе. Удочка. У него есть задание с удочкой. То есть мы здесь можем рыбачить, да? Ну, давай посмотрим. Ты новый мастер, верно? Я Цива. Блин, мы с тобой только что познакомились. Люблю рыбачить, но вчера одна большая рыбина сломала мне удочку. Можешь сделать новую? Блин, я думал, я рыбачить с тобой буду, а ты у меня удочку просишь. Ну, ладно, я сделаю тебе удочку. Спасибо, спасибо тебе большое. Но после того, как я мост починю. Где мост? Вау! Смотри, какие тачки тут гоняют. Прикольно. Кто за рулём? Здорово. Это чё? Ааа, это автобус Портии. Я могу, в принципе, сесть и уехать куда-нибудь. Но, блин, а где? Спасибо, но я побежал. Мне не нужен автобус. Прикольно, он останавливается, когда я мимо пробегаю. Значит, где-то здесь должен быть мост. Вот он, наверное, да? Вот он, разрушенный мост, который нам нужно с тобой починить. Обалдеть. Его чё, смыло, что ли, нафиг? На той стороне, смотри, какие крабики. Капец, они мощные и большие. Разместить подъём моста невозможно, потому что нет материалов. В общем, пойдём в нашу мастерскую, начнём изготавливать мост. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть в сборочной станции. На этой странице ничего интересного. Точильный станок. Нам его обязательно нужно сделать. Для того, чтобы изготовить лезвие по письму, нужны, значит, медная руда, запчасти и сам точильный камень. Точильный камень делается из камня. Это хорошо. Давай посмотрим, что дальше у нас есть. Циркулярная пила. Простой кожевный станок. О, деревянный подъём моста. Во, то, что нам нужно. Также есть ещё деревянная основа моста. В общем, сперва делаем подъём. Для подъёма нам понадобится крепкая деревянная доска, 5 штук. Чтобы её сделать, нужно крепкое дерево, 25 штук. Чем больше дерева, тем оно твёрже. Всё ясно. Также нам понадобится медный слиток. 6 штук. Он делается из медной руды. Потом из медных слитков мы делаем медные трубы. Угу. Ладно, пойдём. Пойдём добывать дерево и медные трубы. Во-первых, нам нужно найти камень. Вот камушек лежит. Но это не то. Нам нужны огромные глыбы камней. Чтобы их разломать, и вот из них есть вероятность, что выпадет медная руда. Ну и также мрамор. Кстати, насчёт ловушки. Давай попробуем её сделать. Что вообще для неё нужно? Разместить приманку. Мы можем разместить туда салат латук и тмин. И тогда мы сможем поймать разноцветную ламу или хлопковую ламу. Но у меня приманки нет, поэтому мы не можем её сделать. Печально. Короче, по всей видимости, я здесь все большие камни уже раздолбил. И нам нужно отправляться с тобой в пещеру. Давай посмотрим, где эта пещерка у нас есть. А, это не совсем пещера. Это вот, заброшенные руины 2. Нам нужно именно сюда. И наверняка там в этих заброшенных руинах есть обломки камней, которые мы сможем раздолбить и найти там интересующие нас ресурсы. Ух ты! Смотри, тут деревья с яблоками. Дай-ка попинаем, может яблочко упадёт. Так. Действительно. Собираем. Яблочко. Отлично. Ещё попинаем. Больше яблок! Давайте, падайте, яблоки. Вы чё? Чё-то больше ничего не отваливается. Вон, блин. Давай вот это дерево попинаем. Кушать-то иногда хочется. Не, ничего не падает. Ладненько. Где эти руины? Вот они. Вот это вот, наверное, руины, да? Сколько здесь камней! Блин, удачненько мы зашли. Но в сами руины мы не сможем зайти, потому что я подошёл не с того места. В общем, доставим кирку. Вот она. И начинаем дубасить камни. Вот, отлично. Кажется, там был... Да, медная руда и мрамор. А этот камень я не могу сломать. Нужна кирка получше. Ладно. Будем дубасить обычный. Тут только мрамор выпал. Неинтересно так. Этот камень я тоже не могу разломать. Он слишком крупный для моей кирки. Этот тоже. Значит, будем помельче искать. Все маленькие камни я здесь разбил. Пойдём вернёмся в город. К тому же уже темнеет. Вон они, руины. Это означает, что нам нужно подняться вот сюда. На второй ярус. И, в принципе, мы поднимемся как раз к ним. Кони тут какие-то интеллигентные. Сами по городу ходят. Вот. Мы пришли к этим руинам. Смотри, как тут всё заколочено. Явно туда не хотят, чтобы люди ходили. Детали. Гражданский корпус проводит очередную проверку разрушенной пустоши на безопасность. Разрушенная пустошь будет открыта 17-го числа этого месяца. Приносим извинения за доставленные неудобства. А, так ещё её не открыта эта пустошь. А, так это не руины, это пустошь. Не, не сюда. Нам нужно ещё выше подняться. Блин, капец уже темно. Во! Вот это руины. Не совсем похоже, что это руины. Огромная башня какая-то страшная. Данжер. Уарнинг. Опасно написано. Но это не для меня. Кажется, нам сюда. Даже стрелочки нам показывают, что иди сюда. Как раз заброшенные руины два. Эти руины сейчас проверяются на безопасность. Вход запрещён. Да чё вы, блин? Капец, никакого приключения с вами. Что тут написано? А, это просто панель управления. Тут вот есть какие-то камушки. Интересно, я могу их сломать? Не, не могу. Ну вот. Ладно тогда, валим домой. О, смотри, пещеру какую-то нашёл. Риммингтон. Член гражданского корпуса. Привет. Первый раз идёшь в руины. А это туда можно пройти, что ли? Да, первый раз. Хорошо. Хорошо, тогда мне надо кое-что объяснить. Все руины Альянса Свободных Городов контролируются гражданским корпусом. Чтобы войти в руины, надо заплатить еженедельный взнос. Но первый раз мы предоставим тебе скидку в 60%. Обалдеть, за вход в руины надо ещё бабки платить. Капец. Но скидка в 60% это неплохо. Когда ты зайдёшь, я дам тебе очень полезные древние реликвии. Реактивный ранец и сканер. С ним добыча ресурсов станет гораздо легче. Когда выйдешь, мы их заберём. Эти реликвии очень редкие. Позади меня находятся заброшенные руины. Там нет монстров, роботов, просто ресурсы и реликвии. Например, силовые камни. Всё, что ты найдёшь в руинах, можешь оставить себе. А вот если попадётся древнее оружие, его нужно будет отдать церкви на уничтожение. Обалдеть, сколько там всего интересного есть. Ладно, я всё. Развлекайся. Но всё равно не теряй бдительности. Спасибо. А деньги-то кому отдавать? Или я уже отдал ему? Ладно, короче, пойдём. Лифт. Я вызвать лифт могу? Давай нажмём. Потратить 20 голды, чтобы перейти в другую область заброшенных руин. Текущий прогресс будет утерян. Не-не-не-не-не-не-не. Я сам с самого начала хочу пройти. Пойдём, зайдём. Вы хотите заплатить 80 голды, чтобы получить недельный пропуск заброшенной руины? А у меня денег-то нет, я ж ничего ещё не продал. Капец. Как всё сложно. Где мой ранец? У меня есть деньги? А, у меня 100 голды есть, смотри-ка. Это, видимо, на карманные расходы. Чё, потратим их сразу, наверное? Ладно, давай. На приключения не жалко. Отдам 80 голды. На 20 как-нибудь проживу. Всё, пошли. Ооо, у нас за спиной уже реактивный ранец. Это круто. И сканер? Посмотри, какие у меня чечи крутые. Кайфово. А значит, вначале нам нужно запустить сканер. Сканер реликвий. Как его запустить? Вот. Мы его запустили. Смотрим. Кажется... Кажется, ничего нету в округе. Пусто. Чё, тогда пойдём. Какие тут обрывы. Ну-ка, реактивный ранец. Вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Прикольно. Так, значит. Ищем реликвии и интересные минералы. Ресурсы, точнее. Пока что мы в самом начале, и здесь ничего нет интересного. Поэтому идём вглубь. Вот эта узкая пещерка, мне кажется, нам сюда. Хотя нет, нам не сюда. Тут тоже тупик. Может, здесь копать нужно? Давай попробуем прокопать. О-о-о! Реально копать нужно. Ха-ха! И тут, кстати, добывается медная руда. То, что нам нужно. Офигеть. Обалдеть. А я-то, тупица, думал, тут длинная пещера, где находятся разные материалы. Ресурсы. А мы ещё, оказывается, и шахтёрить будем с тобой тут. Вот это чума. О! Таинственный диск я нашёл. У меня сразу же в задание появилось. Таинственный диск данных. Поговорите с Ли. Где мой инвентарь? Вот он, этот диск. Использовался в старом мире для записи большого количества данных. Стоит 75 голды. Поговорить с Ли. Ли находится в церкви. В общем, нам нужно будет потом обязательно забежать с тобой в церковь. О! Новый левел ап. Надо будет сейчас прокачаться. Давай вкачаем очечи. Где наш персонаж. Вкачиваем всё в кирку. Применить. Становится поздно. Вам нужно отдохнуть. Чё, я устал, что ли? Да-да. Давай ещё поработаем. У меня есть ещё энергия. Так, с пофиг. Копаем. Закопался вниз так приличненько. Но у нас есть ранец. Давай взлетим. Вот так вот. Шикарно. Пойдём попробуем покопаться где-нибудь в другой части этой пещеры. Например. Например, вот здесь давай. А, может быть сверху? Мы же можем сверху копать? А, я не могу одновременно летать и копать. Печалечка. А тут если копнём... Короче, копать я могу где угодно. Получено достижение. Блин. Пятый день. Короче, я уснул на работе. У меня кончилась энергия. Я прям в пещере заснул. Интересно, кто меня доставил в мою кровать? Вот такие-то дела. А вдруг, если бы там были какие-нибудь ужасные монстры, они бы меня сожрали? Ну, в общем, мы купили с тобой недельный пропуск в эти руины. Поэтому мы туда можем вернуться в течение недели ещё. А поскольку мы собрали уже достаточно медной руды, давай попробуем сделать медный слиток. Медный слиток. Для медного слитка нам нужна печь. Печь. Медный слиток. Чтобы нам наплавить медную руду, нужно разжечь печь. Для этого нужно 20 дров. Давай заправим. А у меня максимум 19. Блин. Пойдём что-нибудь срубим. Кустик какой-нибудь. О, тут рядышком есть. Всё, отлично. Плюс 4 и, в принципе, печь мы сейчас заправим. Еееее. Сколько верёвок там падало? Всё, заправляем нашу печь. Принять. Медный слиток создать. Сколько? Ну, давай максимум сколько можем. 7 штук мы можем сделать. Чё, всё мы сделали? Давай посмотрим в инвентаре. Нет ещё. А, вон оно плавится, смотри. И чё по времени? 17 часов! 7 слитков будут делаться 17 часов. Как в реальной жизни всё. И чё мне делать? Ммм. Как насчёт, как насчёт письма? Опа. Вы чё, ребята? Чё-то ты какой-то опасный. Я пошёл, лучше вот сюда. Я спрячусь. Убежали. Капец. Здоровый какой-то бугай на меня бежал. Давай посмотрим, чё в почте. От Пауля. Привет, новый мастер. У меня поручение для настоящего мужика. А, это вчерашнее письмо. Три медных лезвия. Ладно, примем. Три медных лезвия. Чтобы их изготовить, нам нужно построить с тобой точильню. Для точильни. Что нужно для точильни? Вот она, точильная. В любом случае, нужны медные слитки и точильный камень. Давай посмотрим. О, ребята, снова побежали куда-то. Блин, тут жизнь кипит, прикольно так. Чё-то кто-то бегает, чё-то куда-то делает. Значит, чё мы можем на верстаке сделать? Можем мы точильный камень сделать? Вот удочка. Для удочки нужен дикий кокон, медный слиток и дерево. Ага. А точильный камень я могу здесь сделать? О, вот он, точильный камень. Давай два штуки сделаем. Принять. Ладно, поскольку тут всё надолго, это дело залипло. Пойдём, сходим в церковь. Отнесём диск, который мы нашли. Узнаем, что же это такое. В принципе, я-то знаю, что это такое. Но вот наш маленький бомжонок, он вырос в современном мире. То есть в будущем. И он даже понятия не имеет, что это за круглая штука. Церковь у нас где-то здесь рядышком была. Вот она, кажется, это она. Нет, это гараж 13. 113. Церковь, церковь, церковь. Где же ты у нас? Вот это церковь? Нет, это не церковь. Соня. А, вот, смотри, вот он Ли. Он тут что-то на рынке трётся. Давай с ним поболтаем. Церковь света. Добрый день, мастер. О, мои глаза. Диск данных. Вы знаете, что это такое? Конечно. На таких дисках хранили информацию древние люди, живущие в эпоху разложения. Это очень опасная штука. Есть вероятность, что на одном из этих дисков может быть чертёж устройства, которое способно привести к концу света. Да ладно вам, вы чё, шутите, что ли? Ха, сколько тебе? 18? 19? Эпоха тьмы для тебя всего лишь ещё одна сказка на ночь. Когда я был мальчишкой, моя прабабушка делилась своими воспоминаниями о днях перед появлением Ярока. И тогда люди жили в руинах под землёй. Было и так, что несколько дней подряд ни крошки хлеба не видела. Все драли из-за самое необходимое. Люди считались старыми, если им удавалось дожить до 30. И всегда, всегда было темно. Ого, вот это ты страхи мне рассказываешь. Ты только представь. Вот так выглядел конец мира. Это случилось из-за тех же тёмных технологий, которые хранятся на вот таком маленьком диске. Вообще, я не пытаюсь тебя напугать, но такова суть твоего ремесла. Опасные технологии есть во всём мире. Они ждут, когда на них кто-нибудь наткнётся. Исследование дисков данных проводится в таких местах, как исследовательский центр. Или даже целых городах, например, Вега-5. Итак, главная задача церкви — найти и уничтожить все диски данных, а также другие опасные реликвии. С помощью исследователей руин, вроде тебя, конечно. Значит, я могу отдать это вам? Да, 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 всё верно. Церковь щедро тебя вознаградит за старания. У нас есть особые семена. Мы можем с тобой поделиться ими, если ты принесёшь нам больше дисков. Ты ведь знаешь, как выращивать урожай, да? Я скажу, что да. Ладно, замечательно. Вот, я беру этот диск и даю тебе взамен немного семян. Если найдёшь ещё диски, принеси их нам, и ты получишь больше семян. Это будет очень хороший поступок. Блин. Ну вот, таинственные диски данных. Мы получили немножечко опыта, получили семян. И, в принципе, мы уже можем садить урожай с этими семенами. Но, с другой стороны, как он сказал, на этих дисках есть какие-то интересные... Возможно, возможно, на этих дисках есть интересные чертежи. Может быть, в следующий раз, если я найду диск, какой-нибудь из них я оставлю и попытаюсь расшифровать. Но это не точно, смогу ли я это сделать. Кстати, как насчёт пошопиться? Пока я бегу, давай по пути посмотрим, чем люди торгуют. Тут увидел где-то... Это мебель. Вот тут вот, вот тут вот есть какие-то инструменты. Дай посмотрим. Все инструменты. Чё тут у нас есть? Медь есть. Это что такое? Зелёные фейерверки, шарики, комплект модернизации. В нём есть всё, что нужно вам для улучшения инструментов. И стоит он 186 голды. Нет, у меня столько денег нет. О, каска шахтёра. Блин, чё-нибудь продать бы? Я могу червяка продать? Нет, не могу. Хотя, подожди, могу за одну голду. Верёвка, тоже один голд. Ладно, в следующий раз куплю шапку шахтёра. В общем, побежали. Оказывается, вот эти руины первого уровня находятся рядом с кладбищем. Капец, конечно. Вон там вот чё-то увидел интересное. А, это склеп. Но не совсем склеп. Ладно. Возвращаемся в пещеру. О! Чё это за корзиночка? Магазин руды. Серьёзно? Обалдеть. Здесь можно купить руду. Это, видимо, другие чуваки, которые сюда приходят, они добывают и оставляют. Блин, я тоже хочу так оставлять, чтобы кто-нибудь у меня покупал что-нибудь. Так. Где мы ещё не раскапывали всякую всячину? Где я тут вкапывался-то? Пещера, кстати, похоже, что обновилась. Или нет? Ну вот, это мои раскопки были. Я же ещё где-то тут копался. А, вот. Вот, 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 смотри. Вот тут вот я копался и прокопался куда-то в соседнее помещение. Где моя кирка? Оп. А, ну понятно. О, нифига себе, это реально соседнее помещение. Сканер. Есть что-нибудь тут? Сканер ничего не показывает. Да, блин, ты будешь работать или нет? Короче. Вон там вот есть, по-моему, отверстие в глубине. Или мне показалось? Вот, да. Есть отверстие. Давай туда пробьёмся. Посмотрим, что там. Блин, когда я в шахте работаю киркой, очень быстрая энергия расходуется. А чё насчёт яблок? Я же яблоки подбирал. Если я себе яблоко восстанавливает 5 энергий. Отлично. Надо больше есть, чтобы восстановить энергию. Так, сканер. Сканер ничего не видит. И как с этим сканером работать, а? Скажите мне. О, наконец-то он увидел. Вон там что-то есть, 18 метров. И вон там что-то есть, 15 метров. Ну, туда ближе. Значит, копаем туда. 15 метров. Осталось ещё 6 метров. Что там, что там, что там? Археолог. Что это? Может, мне стоит спросить в исследовательском центре? Старый говоритель. Прикольно. Так, сканер. О, нифига себе, смотри, сколько там всего появилось-то. Так, 8 метров. Копаем. Какая-то фигня. Ну-ка, давай возьмём. Маленький двигатель. Небольшая реликвия из испорченного старого мира. Приводит в движение машины и работает на силовых камнях. Может, я тут потом в будущем могу и машины построить? Это будет, конечно, вообще кайфово. Где ещё что-то я видел? Вот. Вот мы видим. Наверху есть что-нибудь? Не, наверху нету. А, вон ещё сбоку есть. Так, туда 13 метров. А вон туда? Тоже 13 метров. Ну, копаемся тогда вниз. Я сейчас копаю в основном песок и почву. Здесь нет никаких минералов и ресурсов. Что это такое? Линза. О, линзу нашёл. Прикольно. Так, у нас уже мало энергии стало. Давай немножечко перекусим с тобой. Вот, яблоко восстанавливает энергию. Но у меня всего одно яблоко. В принципе, его нет смысла даже есть. Эйх. Ладно, тогда выбираемся из пещеры. Я боюсь, что я тут усну нафиг опять. А я этого не хочу. Выходим. Да, блин. Выходим на поверхность. Всё. Мы выбрались. Валим отсюда. У-у-у, темень какая. Вовремя мы оттуда свалили. Где мой дом, кстати? Потерялся я немножечко. Быстренько сейчас посмотрим, что у нас там со слитками. Успели они у нас сделаться или нет. Пять слитков у нас уже готово. Давай заберём. Есть. И ещё два слитка у нас готовятся с утра. Ой, наконец-то. Можно будет поспать нормально. Спать. День шестой. Первого месяца первого года. С добрым утречком меня. Так, что там у нас с рудой? Вот. Нас тут два слиточка ждёт. Собираем. Смотрим в наши чертежи. Что там для моста-то нужно? Вот. Шесть слитков. Отлично. У меня семь. Из них я сейчас сделаю трубу. Где у нас тут трубы? Трубы, трубы, трубы. Где трубы? А труб-то я и не вижу. Так, а где же нам сделать медные трубы-то? Да посмотрим. Смотрим. А, медные трубы делаются на точильном станке. То есть вначале нам нужно сделать точильный станок. Где он у нас? Вот он. Но для того, чтобы сделать нам запчасть, я-то думал, что они делаются из медной руды, но нифига. Оказывается, что запчасти добываются в заброшенных руинах. Либо в сундуках опасных руинах. Ладно. Что-то как-то мне... Всё сложно. Давай тогда хотя бы удочку что-ли сделаем. Отдадим её уже. Я не знаю. Что-то... А, у меня дикого кокона нет. Да блин, у меня ничего нету. Я бомжара реально какой-то. Блин, где его добыть-то? Хотя смотри, вот источник. Удары по деревьям. Пошли деревья бить. Удары по деревьям. Хотя я не уверен, что с этих деревьев упадёт кокон. Вот большое дерево. Давай по нему подолбим. Это, конечно, наверное, не поможет, но... Так. Не, без толку. Хотя... Что-то там упало, смотри. У меня инвентарь забит, поэтому взять я это не могу. Пойдём. Блин. А это не ящик нифига. Я сюда не могу ничего выложить. А как быть-то? Куда мне всё выкинуть? Офигеть. Я могу сделать себе мопед. Автобус Бипип. И тут как раз нужен был маленький двигатель. Чума. А-а-а-ой-ой-ой-ой-ой. Что ещё? Гриль могу сделать, ёмкость для воды, и всё. На этом книжечка заканчивается. А... Сделать можно ящик мне? Куда я могу скинуть свои все ресурсы? Я могу купить один ряд инвентаря. Для этого мне нужно 400 голды. Ну, один фиг денег у меня сейчас нету. Мы сейчас попытаемся это всё продать. Девушки-цветочницы, мы можем продать, например? Нет, я не могу продать и песок или землю. Хотя для цветков почва-то нужна в любом случае. Как насчёт инструментов? Я сюда могу что-нибудь... Вот. Я могу сюда продать почву. Вроде как могу. Продать почву. Всю. Отлично. Я продал немножечко всякого хлама. Выходим. Но мне интересно, почему вот это вот не продалось. Можно я это выкину? Вот. Выбросить. Это тоже выбросить. Чё, и вроде всё. Всё, жизнь удалась. Да, смотри, если ты выбрасываешь, то это выбрасывается насовсем. То есть оно даже на улице не будет валяться. Чтоб я смог потом подобрать. Вот такие дела. Хорошо, что я всё это продал. Так. Где-то здесь, где-то здесь. О. Археология. Мы же нашли с тобой там двигатель. А, нет. Радиоговорилку мы с тобой нашли. Вот она. Старый говоритель. И нам нужно его отнести вот сюда. Пойдём поболтаем. Петра. Вот, походу, нам с Петрой надо поболтать. Петра, привет. Что у нас тут? Диск данных? Подожди, я тебе... Громкоговоритель должен был отдать. Ты знаешь, что это? О, интересно. На самом деле, с помощью этих дисков ты можешь открывать новые чертежи и заносить их в записную книжку. Немало машин, которые мы сейчас используем, созданы на основе реликвий прошлого. Многие из этого мира находятся за пределами нашего понимания. И у тебя не получится создать некоторые из них даже через сотню лет. Вот здесь и пригодится диск данных. Во, не то, что тот чувак из церкви, да? Который говорил, это же ужас, нельзя их открывать и бла-бла-бла, их надо сжигать. Мы не волшебники. Так что не жди от нас самолётов из воздуха. Но как накрутить гайку на болт, это всегда пожалуйста. Ну слушай, как накрутить гайку на болт, это я тоже умею. В любом случае, если найдёшь любые диски данных, приноси их мне, хорошо? Договорились. Ооо, что на этот раз? А, это, наверное, часть реликвии. Используй ремонтную машину в исследовательском центре, чтобы восстановить её первоначальный вид. Понадобится диск данных, но долго ждать не надо. Наслаждайся. Подожди, подожди, подожди. Похоже, нам вот сюда надо диск данных затолкать. Какая интересная машинка. Давай вставим. А, это обменный пункт исследовательского центра. И вот мы можем обменивать вот на такие книженцы наши диски. У меня есть два диска. Давай попробуем вот эту книженцу взять. Тренировочный манекен. Можно я его куплю? Принять. Есть, мы купили. А что ещё я могу? А, вот сюда вот что-то я могу сделать, да? Надо взаимодействовать. О! Вот для чего нам нужен старый говоритель. Мы можем восстановить старый, короче, телефон. Предлагаю зайти ещё раз в руины и найти шпинтики-винтики, которые нам нужны для изготовления точильни. О, смотри. Здесь пришли другие искатели приключений, что ли? А, они уже выходят. И корзинки, которые мы в прошлый раз тут видели, её уже нет. О, смотри, что нашли. Ящик. Ящик нашли. И что в нём? Там куча силового камня было в этом ящике. Что за силовой камень? Главная драгоценность старого мира. Использовался для хранения огромного количества энергии. Сейчас они погребены в руинах по всему миру. Вот так-то. О, медная руда пошла. Олова. Отлично. Наткнулись на то, что нам нужно. Шикарно. Значит, тут ведём раскопки. Смотри. Сканер как фиолетовым светит. Надо бы туда сгонять. Давай копаться. Там прям снизу смотри, как светится. Что это такое огромное? Так, нужно выкинуть что-нибудь у меня из сумки. Например, песок. И я подобрал почву. Блин, почва мне не нужна. Ну-ка, ну-ка, давай попробуем это взять. Заброшенная комната? Надо её раскопать. Офигеть, какая она здоровая. Я не думал, что я здесь могу найти какую-то огромную комнату. А, вниз я уже не прокопаю. Это предел. Короче, смотри. Вот такую вот бандорину раскопал. Офигеть. И как... Как мне её поднять-то отсюда? Жесть. Давай попробуем взаимодействовать с ней. Я же как-то могу. Вот, заброшенная комната. Взаимодействовать. А-а-а. Медленный слезняк. Это я спустился в какой-то... Офигеть. Это подземный бункер или что такое? А топорик у меня урон наносит? Давай посмотрим, топорик где топорик. Топорик, топорик. Плюс 50 к атаке. Просто медленный какой-то слезняк, похожий на инопланетейн. Но я боюсь, что он меня может укокошить. А ещё у меня мало энергии. Ладно, давай попробуем с ним подраться. 13. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он какими-то газами в меня пуляет. Он меня отравил. Ударим. Убежим. Ну, кстати, он вроде, по крайней мере, не кусается. Он меня не может... А-а-а. Ой, блин. Короче, когда я к нему близко подхожу, он начинает выпускать в меня яд. Ясно. Так, убегаем. И последний удар, наверное. Есть. Отлично. Офигеть. Вот это я, конечно, нашёл местечко. Но проблема в том, что у меня нет энергии. Надо отсюда выбираться в любом случае. Капец, сколько тут всякого интересного-то. Давай мы этих слезняков просто оббежим. Посмотрим, что вообще в этом помещении есть. Взять. Я могу взять диван. Так, подожди. Я подобрал слизь, которую он в меня выпускал. И тут написано, выделяется с жуками та ещё мерзость. Давай мы её выбросим, хоть она, в принципе, и дороговато стоит. Две голды за одну слизь. Я лучше возьму вот этот вот диван. Кожаный диван свистнули отсюда. Сколько он стоит? 50 монет. Вот это навар. Вот это навар. Что бы ещё выкинуть? Червяка, что ли, выкинуть? Ладно, червяк, ты меня прости. Я понимаю, что мне червяки нужны для рыбалки, но в другой раз порыбачу. Забираем диван. В данный момент мне деньги нужнее. Сколько тут всякого интересного? Барахла, а? Сундук! Сундук, сундук, сундук. Открываем. Маленький двигатель и диск данных я нашёл там. Шикарно. А я это ломать могу всё как-нибудь? Я не знаю. Взаимодействовать с этим я могу, нет? Там сверху, смотри, электричество какое-то. А если я вот сюда прыгну? Со мной ничего не происходит. Бежим, 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 бежим. Вот эта штука для чего? Непонятно. Я тут что-нибудь покрутить могу? Нет, не могу. Сейчас мы оббежим тут всё. Посмотрим. Всё, в принципе, тут больше нечего делать. Можно отсюда выходить. Мы всё проверили. В следующий раз сюда можно прийти просто для того, чтобы убить этих слезняков. Теперь осталось просто дойти до дома и всё. О, сундук. А чё ты тут делаешь? Чё у тебя есть? Ломтик сушёного яблока. Чипсы. Чипсы-грипсы. Шикарно. На ночь похомячим. Так, ну а прежде чем мы ляжем спать, предлагаю тебе закинуть сюда немножечко дровишек. Давай на 17 часов, я думаю, нам хватит. И делаем медные слитки. На всё. Вот так. Ну, а теперь можно отправляться дрыхнуть. Ох, это был насыщенный денёк. Столько всего нового, интересного. Прямо настоящих приключений. Ну что, я думаю, что на сегодня это всё. Если тебе понравилось, то есть тебе лайкос, комментос. И, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь и ложусь спать. Увидимся в новом видео. Пока.